Добрый вечер, товарищи! Всем привет! Что ж за жизнь такая пошла? Ретро прям хочется что-то. Хочется и все тут. Значит будем ретро стримить опять. Так, где наша любимая игра? Привет, Сенсей! Так, где же она? Вот она, родненькая. В добром здравии. В добром здравии. Так, сейчас я перезагружу чат, чтобы там YouTube подходил. Да, я в любом случае. Ну все, надо же тренировать-то как же. Тренировать-то надо. Включил я телевизор другой. Подключил, короче, большой, неудобный на маленьком. Вчера играл. И вот что-то как-то вообще не гатит. Слишком уж он мелкий. Там дюймов 14. Экранчик вообще отстой. Мне даже кажется, там как будто бы задержка больше. Не знаю. Может быть мне это кажется просто. А может он новый очень. Хер его знает. Да, британов. Жабки милые. Ну вот есть и не такое ощущение прям, что... Тут. Этот мой уж телек проверенный Томпсон. Сколько я на нем отыграл уже. Боевой телевизор. Еще он на Dreamcast играл на нем. Да у меня Дримка была. Да ты, сука. Ну куда смей мне тут? Ты свиненыш какой. Этот? Блин, не знаю. Димов... Блин, даже затрудняюсь сказать. Так я его не мерил. Но диагонали у него наверное... Дима... Ну 22 может быть. Может больше даже. Надо померить будет. Не знаю. Ну он такой... Хороший телевизор. Ни маленький, ни супер большой. Блин, Дэйд Блейн. Прямо вот то, что надо. Блин, отвлекся. Прямо вот... В тему. 37. Хер его знает, короче. Может и 37. Кстати, вот по поводу... Фишек, да, в этой игре. На этом уровне как бы, да, на первом. Есть вот эти свинки. Вот. Их можно застанеть и оседлать. Эта штука есть только вот в одном единственном месте. То есть, они даже рейр так заморочились, что... Сделали такую фичу ради двух врагов вообще. Вот. К вопросу, а... В том вообще, насколько эта игра проработана. Только в одном месте это встречается. Так, свинёныши идут. Жопа. Блин, надо померить просто будет. Сколько там дюймов. Рулетка у меня есть. Я просто как-то никогда не задавался этим вопросом. А хотя... Подождите, подождите. Я помню мануал к телевизору, и там 21 фигурировало. 21, наверное. 21, я думаю. Вроде так. Чё ж такое? А кривой-то какой. Та чё-чё-чё-чё. Что... Что случилось? Вот так вот, мать его. Оп. Черепашки-нидзи, боевые жабы. Я думаю, боевые жабы. Боевые жабы самые такие. Мыши-рокеры, но хер вообще знают, насколько они там крутые. По-моему... Я бы не назвал их прям. Они с черепашками и жабами рядом не стоят, мне кажется, вообще. Так, местные какие-то чуваки. Хе-хе-хе-хе-хе. Жабы вообще вне конкуренции. Это... Настоящие машины смерти. А посовет... Черепаски. Череб... Череп... Черепаски. Черепашки слишком добрые, короче. Бляяяяяяяя! Да не, ну ёп... Су... Вот... всё... Блин, прохождение на смарку уже. Ворона просто взяла и... Да, блин, это вообще отстой Опять эти вороны Да, черепашки слишком добрые И я хочу хотел сказать, их доброта Можно сыграть с ними злую шутку Их можно обмануть Короче, обманом В ловушку заманить И перебить А жабы на такое вообще никак не поведутся На такие дела С ними не прокатят такой номер Черепашкам что, достаточно пиццы Пицца их поманила и все Они уж разомлели сразу О, пицца Давайте съедим пиццы И все, мать его Все Как идти набивать жизни, сука Ну почему Почему не выходят-то Популярен? Ну я бы это, значит, не сказал Он у нас только, мне кажется, был популярен За рубежом это Я бы не сказал, что прям популярная Настолько тема И по сравнению Смотря с чем, конечно Смотря с чем сравнивать Буду стоять на паузу Ну вот игра про мышей рокеров с марса На SNES классная По мне, она даже лучше рок-н-ролл рейсинга Там больше трассы Ну они вообще как-то поинтереснее, мне кажется Если боевые гонки брать С каких-то нами делала, как-никак Не знаю, играл, кто нет Мне понравилась еще не доигра Хотел в детстве Фу ты, блять Хотел в детстве еще не доигру Да не получается у меня жизнь набивать Не из таких я людей Че-то вообще я прошел Который по тоннелю отстойно Стало с канами Ну конечно в курсе Это кто сейчас же? Мы же не про сей час говорим А про дела Давно минувших дней Когда-то на качество было Канами Игры они делали Соответствующие Вы че творите? А ты издеваешься, мышь? Точнее крыса Давай Отсюда Короче, ладно Не покатит Такой вариант Привет, Метал Найт Не покатит, ресет Че-то такое Хе-хе-хе-хе-хе Ресет Ресет, мать его Не нравится мне Как пошло дело Не нравится Да сейчас у многих Фирм Такая тема Японских Вообще Мало кто что делает из них Капком разве что Еще что-то Выдает Коя Текма Еще Ну Тоже они Коя Текма Так себе Конечно Сейчас Выдают Ниндзи Гайден Ихний Скатился Нормально Так Можно было Порталом Воспользоваться В следующий раз Ты что Порталом Воспользуешь Варпом Тренировочки же Да ты Да ты че Пошел вон Свин Пошел вон Ну давай Давай Вот так вот С ноги тебе С башки Точнее Опа Давай Свинка Алло Все Суки Да поди Свинка Не Свинка Не Ну Они держатся Ну как бы Игры Игры у них уже Вот Ниндзи Гайден Серия Про Срана Только этот Не ох Они делают Ну там еще Какие Мусоу Ну Это уже Как бы Не тот уровень Как был Что то Уровни Ниндзи Гайден Блэк Они уже Не делают Мне кажется Хотя Про него Не буду Говорить Конечно Сам В него Не играл Может он И хорош Ну вот Ниндзи Гайден Они скатили Скатили Потому что Только первый Вообще Был хороший Второй На иксбоксе Недоделанный Ну вроде Ничего А сигмы Это уже Шаг назад Ну и Третья часть Тоже Третья часть Это уже Хуже еще Вот они Воронушки Опять Как же мне На них Жизнь Набить Как 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 Может кто Уроки Мастерства Дает По князе Черепашки По набитию Жизни Учитель Даст Уроки Мастерства Набил Я Жизни Вдруг Как Дважды Два Есть Тут Мастера Уроки Дают За Недорого Что Мне Чтобы За Недорого Литла Нету Литл Наверняка Умеет Жизни Набивать Он Вообще Спец По Этой Игре Но Че То Его Не Видно В Последнее Время Редко На Стрим Заходит Максимум Там Гуд Лак Напишет И То По Праздникам Если Уж Прям Совсем Тейл Офф А че Тейл Офф Атлас Бандай Ну Это Вообще Издатели Нам Ко Че Они Там Такого Производят По сравнению Со старыми Временами Это Остатки Какие То Вообще Совсем Вот Былое Величие Японских Разработчиков Она Уже Давно Как бы Закончилась Кавком Еще Что-то Делает Но Тоже Не так Спорно Делают На самом деле Сука Блять Дурацкая Тварина Электричество Пошли Нахуй Вороны Нахуй Суки Да иди В жопу Тварь Сега Сега Вообще Полный Находится В жопе Тоже Из-за Своего Руководства Конечно Жизнь Там по-моему Не вылезали Со времен Мегадрайва Мастера Принимают Тупорылые Решения И своей серией Закапывают Землю Сделали Соник На Вию Помню Пососный Соник Бум Который Багует Как хер знает Че И такие Ой Блять Типа Ну Вот Вы сами Виноваты Вы наши Игры Не покупаете Они не Продаются Мы Не будем Делать Говно Сделали Не оттестированное Вообще Которое Глючит Там Как хер знает Че Ой Блять Это Вы Виноваты Что Вы наши Игры Не покупаете Конечно Конечно Вы Виноваты Как Такое Вообще Кривожопие Можно Было Выпустить В продажу Вообще Не Постыдились Ж Видел Кто Нить Соник Бум Как Как Работает Че Он Там Вы Дает Ну Наверное На Уровне На Уровне 2006 А Может И Хуже Опять Опять Крыса За Своё Ну Ну Как Отдохнули Соник Форс Играл Нихера Это Как Это Как Это Тебя Занесло Соник Форс Каким Обратно По По Плюсу По Плюсу Соник Форс Я же про Форс ничего не говорил Соник Форс ругают Сильно Я говорю про техническое Исполнение, говорит, Соник Бомб Потому что это багованное говно Прям вообще конкретно багованное Слушайте, а тут уворачиваться Что ли надо? Я вот лечу, тогда уворачиваться надо От препятствий получается Я что-то не могу врубиться Сука, блядь, и правда Привет, Тони Соники надоели Ну потому что они разучились Что-то делать нормально Сега Они же не делают ничего оригинального Поэтому они надоели Они все как под копирку Эти Соники С какими-то постоянно ебанутыми Новыми персонажами В каждом Сонике Новых персонажей завозят Один веселей другого Это же не влияет хорошо Вчера не влияет Хорошо, что Тони Что ж, как же так-то мог-то, а? Надеялись Хотя Не пришел Ну взял Не пришел Ну Так, ладно, ребята Я пока Средоточусь на пройти это место Другу особо не почитаешь Чат С этими гоночками Сейчас еще Жопа начнется Опять Я же готовлюсь к турниру Который у меня будет в квартире проводиться Международный спидранерский турнир По батл торс Я очень к этому готовлюсь Должен быть готов Понимаете? Так Да ёп Моё Ё-моё Опять начинается Да иди ты нахуй Играю Ты че творишь? Вот так вот Соник 3 Адвенчер И дела у сеги Пойдут хорошо Да, вместе с Дримкастом Как раз Третьим Третий Дримкаст И третий Соник Адвенчер Второй они решили не выпускать Сразу третий Вот И тогда, конечно же Тогда Оуу Заживем Слушайте Фанаты начнут Панмет Панмет Первым делом Преззаказ уже оформил Я думаю Дримкаст Третий Уже у него там Оформлено Все Да ведь, Панмет Я же правильно тебя понимаю Ты Да Ёп Ты че Ты че пломбир Ну-ка Ты че пломбир Творишь Не, уже третий Уже третий Второй отменили Ладно Так Сразу решили Третий Выпускать Чтоб Чтоб Все Чтоб Всем веселей Было Два Процессора Два 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 Графических Ядра Два Графических Ядра Повышенной Четкости ХД Блять Да Иди ты В жопах Снеговик ХД ХД Диджитал Интертеймент Видео Систем Вот Вот А так Так Хорошо Все Нормально Хорошо все начиналось Так главное Супер ССД будет С охлаждением С жидким металлом Жидкое Жидкометаллическое охлаждение Второго поколения Пока по неподтвержденной информации Но обещают подтвердить В ближайшее время И все И тогда И тогда все будет хорошо И червяк Джим 5 сразу выйдет Да На Сегу Так а что где ежик Блин одно сердечко Блин а сегодня главное Днем играл Чуть-чуть И получше как-то мне игралось А на стриме опять Руки закривились Как это Назвать Как это называется Закривление рук что ли Или что Или что Самый быстрый 180 км в час С кремлингами С кремлингами якобы Ну ждем вообще Я жду Свич будет упираться Всегда Одна причина Это любовь Всеяпонии ПС-5 СЗД работает Как оператив Для видео Текстуры Нет 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 Ты что Это совсем разные вещи Оператива это оператива Информация Информация с носителя Все равно загружается В оперативу И в видеопамять У ПС-5 Я так понимаю Память Общая Оперативная И Видео Она же все равно Туда грузится С жесткого Такое Во времена Было Кстати Как раз Типа того Вот Дэнди По-моему Таком принципу Работает У нее картридж Как оператива Сколько я знаю А почему Блин Я же нормально Спрыгнул Медленно Как Как Тэра Мне говорю Прыгай медленно И будет все нормально Блять Что за место Такое Ебанутое Что за место Такое Неужели я тут Кон буду сливать На этом Урацком уровне Понятно Так Теперь главное Не обосраться С одной Ну это С жизнью Тут Кстати Внизу Есть Порт Портал Варп Точнее Вот и славненько Вот и славненько Монархом Монархом Ну что ты такое Говоришь Не минует Оператива Есть оператива Вот Просто Загрузка В оперативу Ускоряется Гораздо Так Так не работают Не ПК Не ПК Не ПС5 Сам Почитай Архитектуру Она между прочим Описывается в интернете Как это устроено Метроид Трилогия Может и выпустят Там просто Общая Оператива С Видеопамяти УПС 5 Так Оп Так Так Сосредотачиваемся И не Дохнем Так Единственный плюс У консоли Там Азу И Видеопамять Не разделены Ну Да Да Наверное Это плюс Он вам Не карась Файл Подкачки Есть Костыли Кстати 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 Вот Бесит Меня То Что У ПК Некоторые Игры Ты сколько Оператива Не дай Без файла Подкачки Нормально Не работают Хоть ты там 64 гига И дай Она все равно Будет вылетать Если файл Подкачки Отключен Вот это вообще Прям Не кумарят Дурацкая Херь Так вот Че Панмет Что Это Так Так Сейчас У нас Крыска Лариска Блин Как эту Суку Развести Ну Начинается Пошел Ты Красеныш О Только бы Он не сорвался Только бы Он не сорвался Иногда Сука Срывается Без свопа Никак Некоторые Игры Ну Зависит от Игры Но некоторые Игры Не могут Без свопа Работать Red Dead Redemption Второй Например Без свопа Большого Не Вообще Не фручит Ну Это И GTA Кстати Пятая Тоже У него есть Такие Проблемы На самом деле Это Даже У Rockstar Написано Они Сами Это Подтвердили О Блин Обидно Один Профукал Как же Так Так А Че Неплохо Получилось Дюна Три Тоже Будет Чем Своп Мешает Ну Во-первых Например Допустим Если СССР Не хотелось Чтобы Был Своп Мурыжил Лишний раз СССР Ну вот А если У тебя СССР Нет Тем более Своп У тебя Замедляет Систему Если У тебя Он Особенно Большой Под Душа Душа У нее Все Не Ну У тебя У тебя Но Винден Брат Десятый Оператив Забивается Все равно Он Своп Десятый 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 Устроено Что Она Забивает Те Все Оператив В ноль Кашированием Там Разным Потом Наверное В своп Тоже Что-то Откладывает Откладывает Эх Как Отложит Так Вот Хоть Стой Хоть Падай Не Ну Там 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 Слов Ты Никто Не Отменял На Десятке Он Тоже Есть Умные Вещи Я Играю Смотри Как Видишь Я Заговорил О Умных Вещах Перестал Сливать Видишь Как Здорово Я Культуриваюсь Тоже С людьми Общаюсь Сему Разуму Набираюсь Видишь Кто-то Скажет Что-то Посоветует Там Поделится Информацией Видишь Как Можно На Халяву Знаний Набраться Разных В интернетах В этих Ваших Так Так Про Фрейда А, это какой-то другой разговор с кем-то там. Сейчас модно говорить оговорочкам по Фрейду. По любому поводу. Чё б ты не сказал там. Оговорочкам по Фрейду. Очень. Очень не модно это. Очень. Так, ну чё, ребят, на бак идём. На бак. Исполняем бак. Давайте как спидраннеры. Я же готовлюсь к турниру. Вот так вот. Вот это мне нравится. Вообще, по спидранстрате чисто. Чисто по спидранстрате выполнил. Ой, молодец. Молодец я. У меня даже конта ещё не слито. Ну, какой-то прогресс со вчера есть. Я думал, вообще, что это панмед сначала, он вам не карась. А это, оказывается, какой-то другой карась. Хе-хе-хе. Ту-ту-ту-ту. Вот, ах ты, крысиная рожа. Потому что не выпишут. Так, ну чё, брёвнышки. Да, это приемлемо. Ты чё, борец за справедливость, что ли, или чё? Нас тут сами люди разбираются. А вот тех, кто любит жаловаться, нас тут не любят. Он меня обидел. Забаньте его, а вот. Так, вот такой у нас тут не приветствуется. Ябит всяких. Корябит. Если чё-то сказали, можешь ответить просто, как бы, по всей строгости. В ответ, и всё. Баня тут за такие уже конкретные расступки, когда уже совсем люди не видят краёв. Блин, вот я чё-то на этом месте сегодня на этих огоньках вообще тупил. ой, бля... Да ё-мать! Амеральда забанили. За что-то забанили его? Ну, за что-то. За что-то забанили. Тут могут забанить за то, что человек мудак, например, и всё. И никто не будет, как бы, да, ничего объяснять. За что? Почему? Вот если человек мудак, его забанят, и всё. Никто ему не будет ничего объяснять. Вот это может быть достаточно. Просто не надо быть мудаком. Вот всё. Единственное правило здесь. Ну да, вот так вот. Блядь, как... Всё-таки задели. Ладно, блин. Конечно, сурово. Быть-то мудаком. Это ж... Знаете ли... Очень сурово для окружающих. Да блядь, да что ж такое происходит? Не-не-не-не-не, не сей, не правда. Нет. Не, вот Амеральд тут как раз был за это забанен. Это шо, мудак. Играет музыка Так как можно игру не пройти Да и... Ты видишь, анарха, говорил я об умных вещах И как хорошо все шло Начал в каких-то Амиральдах разговаривать Непонятных Началось Наха не нужны вообще Хе-хе-хе-хе-хе-хе Блин, я раньше пролетал эти огоньки вообще без проблем Да шо ж такое-то Старею что ли? На, а что происходит? Что происходит, мать его? Не, я в 50 герц не играл У меня в детстве этой игры не было никогда, кстати Я только видел один раз Дупом сеговскую Я только батлтон за дабл драгон играл в детстве А вот первую часть А вот первую часть Никогда Никогда Судрим русс, а, бредкарт Мрёнышко Это чё-то какие-то тренировки-то не очень выходят Как-то я прям тут сливаюсь Надо чё-то делать с этими огоньками Раньше такого не происходило Я как-то маневрировал между ними Более Успешно Чё-то как-то совсем не 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 выходят Чё-то крысы Обнаглели Не узнаю вас Крыль Эх Да Это ты хорошо сказал Ты же отец русской демократии Вот где Литтл, а? Где Литтл, я не могу понять Он бы мне сейчас сказал Чеб, да ты неправильно Делаешь Да что он Блин, почему я уже третий раз Вчера не сливал Сегодня днём играл Не сливал Отбивал их Нормально этих Этих крысёнышей Летящих на этих Карандашах На чём они там летят Непонятно каких-то Долбодятел Чё ж я творю-то Ладно, ладно Я уже забыл Какой последовательность Это Всё тут вылезает Ну что-то перестало у меня С огоньками Получаться Я не знаю Чё Всё, замылился глаз Там Не знаю Старость Не в радость Глаза в кучу аж Главный участок Такой длинный С этими огоньками И тут нигде Не отсидеться Между прочим Как-то тут Огоньки Тебя могут Настигнуть При любом Раскладе Ну хорош Хорош уже Огоньками С вами Срать Так 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 О, нормально Ракетки Есть ещё ром Кстати, американский Где пофикшены Все эти ракеты То есть Надо с обеих сторон Ворачиваться И снизу И сверху Вот это вообще Класс Ещё и Снизу Ворачиваться От этих ракет Отдельно Надо тренироваться Так, ну чё Божественно Да по сравнению С некоторыми товарищами Вообще Ни о чём Но Я тренируюсь Намерно сделали Баттл Тотс Очень сложный Несомненно Несомненно Ну вот эти огоньки Они прямо на пределе Играются Реально Прям Очень быстро Надо Так Вот тут Надо прям Помнить Иначе Будет Херня Так Ну давай Пошла жара Желательно Пройти этот момент По-быстрому Не тупить Где у нас тут Где у нас тут А, как-то я уже забыл Забыл Порядок Да как? Да уж должен был пролететь Всегда же работало Дерьмо Ха-ха-ха Сука Ну ладно Тренируемся Вепка кальяна над чатом Нет это джойстик Это джойстик Ретро Ретро джойстик Не ну тут в конце Без проблем Просто я уже забыл Ну и именно вот эту секцию Эта секция запоминается и все Не сложно если ты знаешь точно Как ее проходить Нет проблем Я просто уже не помню Как эти В каком порядке эти штуки Это надо запоминать Чисто Чисто Как они там летят На реакцию тут бесполезно Нотацию Нотацию Пройти Потом А потом запоминаешь И все За турнир За турнир Турнир буду проводить Я Хе-хе-хе Я буду участвовать Только в нем В пределах квартиры Короче Готовлюсь к одиночному Турнирую по батлтодз Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе Надо тоже спидранить Короче не можешь пройти спидранить Как Как гласит Как гласит Как гласит народное Да почему не получается то Получалось же Ладно будем бодать их Раз так не получается, давайте бодать этих уродов. Так вроде лучше выходило. Я не понимаю. Вроде спамил, получалось. Взбивать. Турнамент за 300. Опять. Да чтоб тебя черти драли, игра. Чтоб тебя черти драли. Что происходит? Не понимаю. Че не выходят вдруг? Выходило же вчера. Сегодня. Честно-честно. Честно-честно. Получалось. Супонев на нодамок вообще батлтос проходил. Я должен к этому стремиться. Сергей Евгеньевинович. Долбаные огонёчки. Кто вас придумал? Кто? Кто вас родил? Тут ещё один ап желательно схавать. Правда пока будешь что-то схавать, можешь откинуть власты. Рыр, конечно, сделали челлендж на все времена. Есть, конечно, игры более сложные и ебанутые. Но, например, те же игры, где сложность тратит сложности, или она вообще просто неадекватная. Я, например, не рассматриваю. Где там просто сложность, например, за то, что игра кривая, как хрен знает чё. Понятно, что есть и такие. Все контуры уже слиты, по-моему, или почти, но тут обидно. Так, ну чё, погнали. Ё-моё, рано, рано, рано. Чё-то я уже как-то отвык, видимо. Сейчас. Так, сосредоточились. Да должно же, сука, получаться. Так что не так-то, ёб твою мать. Я жажал. Вот, ну, наконец-то. 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 Я понял. Наконец-то получилось. Ну, конечно, достойно. Проводим этот уровень. Все равно. Многие всякие спидранеры вообще его скипают. Потому что через варпы проходят. Мне, например, не нравится, когда спидранят эту игру с варпами. Половину уровня пропускают. Совсем неинтересно смотреть, что к уровню крутых. И пропускать это преступление просто какое-то. Так, получай. Пельмени. Пельмени. Так, идите туда нахуй. Хе-хе-хе, сука. Пельмени. Пельмени. Отлично. Это хорошо вышло. Так. 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 главное выбрать интересную категорию с багами ну я люблю когда проходят без скипов каких-то там ну давайте еще разочек потом в черепашек можно попробовать это пройти черепашек принципе можно пропустить этот колодец колодец не надо особо тренировать а так для этого нужно я неправильно варп уже пропустил православных нет хак типа как с неубиваемым шреддером только он там убиваем и такую версию но православных практически можно сказать практически да аттестанских старобрядческих конечно в детстве играли детство не может врать как детстве черепашка блево и так и жизни можно растерять все вы запарили крыса что же вы творите то черепаха мне какая-то больная не попадает по крысам наверно это слабенькая уродилась ну чё то конечно игра может она сложнее стала пока я в ней не играл может в этом все делаем игра сам обучается супа не вдал уроки мастерства теперь мы любим их как дважды два как канал дважды два и 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 в и и Гарантированно тут. Вдохну пока что. 50-52. То есть иногда 50-52. Бывало такое, что вот... Нет, нет, да и 52 проскачет. С погодой? Ну у нас сегодня душно. Хотя под вечер как-то вроде стало... По прохладнее. Ну так 21-22, там потом 25-27. Обещают на следующей неделе. По заявкам... Трудящихся, короче. Лови, снеговичок. Так. Вообще отлично. Слушайте, ну уже какие-то подвижки все равно есть. потихоньку набивается опять рука жабы эти еще резинки как придут не ух ух как начну рулить я жару ненавижу ненавижу жару вообще и считаю что если 15 градусов была погода был вообще идеально мне больше не надо а некоторым он рук у меня был короче 30 градусов там жара 35 ой как хорошо тепло не зря говорю что был у меня друг естественная после таких разговоров перестал с ним дружить нехуй такое говорить или так сидеть или работать да мне кажется как не сиди сиди работой чё делаешь жара на сам напрягает мне кажется работать не работать неважно жара это по мне-то стой да и Не, это ж надо так было, на этот брикет наебнулся, ну вообще просто. На какие там вещи три можно вечно смотреть, на огонь, на воду, да, и на то, как люди проходят Battle Tots, правильно? Блин, вот это три основополагающие штуки жизни. Мне дома сидеть и 40 нипочем, ну. Ну, а вот картошка в 30 плюсам эту, не знаю, мне не нравится, короче, жара, ни дома, нигде. Жара есть жара. А если еще с бодуна быть, если сначала выжрать коньячины, прям, чтобы в глазах ошребило, а потом сидеть на отходосах-то, а, на отходосах, когда похмелиться хочется, и жара еще. А выжрать охота. Ох! Ох, вот это вообще, конечно. Это плохо. С этим надо что-то делать. С этим надо что-то делать. Температура 36,2. Без понятия, не замерял. В Питере. А там это, прохладно. Половать картошку, минус 15. Ни картошки, ни сорняков. 35 на солнце. Блин, в былые времена молодости сжрали, конечно, водяру там. Не коньяк, водяру сжрали. Жару. Блин, ну, да, не такое удовольствие, конечно, себе. Не самое лучшее время года для бухания. Лучше зимой, в холод, бухать. Мороз. Мороз. Ну, то есть, когда дома, конечно, сидишь, не на морозе. Херачишь на улице. Как же я его ставил-то так? А, о, вот тут мы его и зажмём. Так, а кто стоит? Я чё-то не понял, про чё речь. Про 150 топовые компы, что ли? Или кто? Или ведёхи? Я потерял нить разговора. Игра специально меня подкармливает жизнями, там, всеми делами, чтобы потом... Блядь. Чтобы потом забрать у меня всё на этом уровне с самолётиками. Издевается просто. Игра издевается. Блин, чёртова. Чёртова, френдом. Я ещё и жизнь не забрал. Вот сейчас бы её взять. И не сдохнуть при этом. Поигра, пощади. Пощади! Сука! Ведяхи. А, ну да, ведяхи нормально так сейчас. Стоит. Но начинается. Всё, уже жизни пошли в минус. Тоже место такое себе стрёмное, конечно, с этим рэндомом на минах. Получится, не получится. Никто этого не знает. Ранее. Хотя, может, какой-то тут есть алгоритм. Я не знаю. Но он явно непростой, если он тут и есть. Контролирование этих мин. Наконец-то. Майнеры. Они на всём сейчас. На жёстком уже майнят. На мониторах будут майнить. На аудиокартах. Привет, Янг. Кстати, забавная такая тема насчёт вот цен в РФах. У нас интересно так работает всё. Почему-то, когда, допустим, курс доллара растёт, у нас, значит, цены повышаются, да, на что-то. А когда курс доллара падает, у нас никогда цены не падают при этом. всяких там Сони, например, там, Ниндендочки, прочие вот эти товарищи. Просто как-то даже я не знаю. Так, чё вы там пишите? Не только ведяхи пропадают на... А. Жёсткие. Да, да, на них тоже. Бизнес по-русски. Ой, Голыныч подошёл. Ну, наконец-то. Курс доллара падает. Цены растут. Как у нас кто-то говорил, что правительство... Что чё-то, типа... Ну, невыгодно нам снижать цены, когда курс доллара падает, потому что это... Это плохо для нашей экономики. Чё-то такое там. Я уже не помню точно. Какая-то такая очень мудрая мысль была. Ну, как же так? При любом раскладе только повышаться должно. Только повышение цен оно для всех выгодно. Конечно же. Как же. Как же по-другому-то, ёпта. Чё, Голыныч, ты черепаш... Этих... Жабок-то. Жабок-то уважаешь? У тебя ж была даже батл-тотс эта лицензионная на сешку. Помнишь? Помнишь, как с жабками-то, а, было? Хорошо. Блин, 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 блин. Заговорился. Так, ладно. Соберёмся и не обосрёмся. При этом. Тут на змеях нельзя так болтать и играть. Что-то одно нужно. Змеи не прощают ошибок. И ничего не забывают. Они всё помнят. За любую обиду они спросят с игрока. За любую. Ну да, в общем, живём мы хорошо. Живём мы хорошо. Жаловаться нам не на что. Одни одни ништяки у нас в стране. всё, что не делается, всё к лучшему. Это мы просто не понимаем, это дальновидные какие-то планы чьи-то, чтобы мы лучше жили потом, когда-нибудь. Нам просто не понять, простым людям. Там же всё продумано. Там же экономисты сидят. С экономическим образованием. Они всё знают. Кстати, а кто-нибудь ел эти лягушачьи лапки-то? Говорят, они как курица на вкус. Я вот никогда не пробовал. Есть такие тут любители. Так бы интересно было, конечно, узнать, что это такое. Попробовать отведать. Так, ну чё, опять по спидрант страдке надо протащить тут. А, почему не получилось? Почему? не втащилося? не втащилося? Так. Сыр с плесенью? А мне нравится сыр с плесенью, кстати. Насчёт сыра. Не, ну сыр, как бы, это такая, его полно везде. он сейчас сыр с плесенью. Это всё-таки не лягушачьи лапки продукт такой уже. Для нас он уже не экзотичный в наши времена. Вот. Ну и тоже как бы сыр с плесенью, он же тоже... Да, блин, шо ж такое? Он тоже разный ведь бывает. Там же разные сорта есть, они прилично отличаются по вкусу. надо сказать. Ну что такое? Почему перестало получаться простейшее действие? Это кто-то меня сглазил походу. Тоже легко найти. ну они же на каждом рынке не лежат, эти лягушачьи лапки. А сыр, пожалуйста, в любом супермаркете. Непонятно, можно на пруд пойти и там лягушек поймать. Вот те лапки. И сыр с плесенью можно просто взять и отставить его на подоконник, чтобы заплесневел. Вот те сыр с плесенью. Репа. Ну репа у меня что-то желания нету. Съесть сырок дружба с плеснью или нету. Типа того, да. Репа, ну хер знает, я что-то не фанат. Репы, ну не буду ничего плохого говорить, не обидеть фанатов. Репы, свежей. Или какой там пареный. Какая сейчас. Ну, это сейчас модно есть репу. Возможно. молодежно. Молодежно. Здоровый образ жизни. Там, все дела. Если ты ешь репу, на тебя даже девушки смотрят совсем по-другому. Может быть. Сырая норм. сыр. Сыр надо знать, где искать. На рынке хороший сыр, в принципе. Дешевле бывает. Ну, тоже знать надо, что брать. Я по московским ценам могу сказать, что дешевле 65 рублей, 650 за килограмм, вряд ли может быть хороший сыр. нормальный. Это уже там с добавлением пластмассы сыр можно найти дешевле. Может, кому-то и такое норм, я не знаю, любителям пластмассы. С добавлением донди. Опять эти чуваки меня зачмырили крыски лариски. Я все все забываю в какой последователь. Да что тебя чтоб тебя черти драли. Чтоб тебя черти драли играть. Редьку вот редьку тоже вообще вообще не не котирую. Редька, ой. Да вы что, ребят, редьку есть. Если б мне еще за это платили, я б подумал. крошку с кефиром. Это так пожескачиво, наверное. Про любой товар надо знать, где брать. Да не то, что как бы где, я имею ввиду, что по ценам ориентироваться надо даже на рынке, но на рынке выбор больше и цены дешевле. В Москве у нас так, в магазинах часто за более дорогую цену тебе продают хуже товар. У нас часто в магазинах он залежалый и частенько в магазинах он даже менее качественный. Особенно в центре тут в Москве, потому что текучка большая, они рассуждают там в магазинах на часть. А, и так как-нибудь купят. Какие-то товары даже и не завозятся. Блин, ну что, я тут опять сдохну или нет? Ну это походу очень быстро просто нажать клавишу и тогда получается. От редиса. Редис, тем более. Блин, редис-то вообще просто жесть. В магазинах вот говно подешевле до нищебродов, вот говно подороже. Ну у нас не знаю, там где я брал товары вообще. Магазин типа вроде как не самый дешевый, а товары говняные. Просрочка всякая лежит в наглую. Сеть магазинов Магнолия в Москве могу сказать. А сейчас стой. Огоньки. Здравствуйте, огонечки. Я к вам тут. я к вам тут зашел. так как у клавиши, где че? не, я имею ввиду кнопку на джойстике. Вкус вилл был, заходил, но это очень дорогие магазины. Говорят, что вообще это перекупы. Кто мне объяснит, что есть растительное масло, пальмовое масло туда напихали, вот тебе и масло. Торты, торты может быть, не знаю. Я, я в последнее время, вот сейчас, какой у нас вуке вкус? Я закупаюсь в пятерочке и на рынке. Пятерочки, кстати, у нас вполне у нас тут нормально. Нормальные товары и скидки очень на многое. Поэтому мне не совсем понятен юмор насчет пятерочки. Может зависеть от города, конечно. Так, так, ребята, все. У нас тут серьезные мероприятия. шутки в стороны. Оп. Ну, давай, игра. Давай, кто кого. Да. Я сейчас им тупану. Слишком рано. Да что ж такое. Разучился я походу, всё ребят, надо бросать фидранерство, лоуранерством заниматься, в лоуранера переквалифицироваться нужно, вот а здравствуй старость. Я не могу просто в это поверить. Ладно я бы на последней преграде так сливал. Так, чё? Магниты? Магнит тут тоже рядом есть какой-то, но я там ещё не был. Той же рыбы нет. Красной... Красной колбасы? Чё за колбаса такая красная? Чё за колбаса красная? Эх, на праздник куплю себе красной колбасы. Ох, красную-то люблю. А я зелёный возьму, можно? А на самом деле я же говорил, что у меня тут рынок рядом. То есть то, что мне надо, я могу купить на рынке, а не в пятёрочке. Вот сыр и колбасу я в пятёрочке никогда не покупаю. Мясо. Нет, мясо можно купить там какое-то определённое. Если в упаковках. Или наггетсы какие-нибудь. Ещё у меня есть магазин там через... тоже близко тут. А тут тоже очень хороший, там свежие тоже продукты. Мясо, колбаса, там сыр. Короче, у меня тут в округе этих магазинов завались. Не могу пожаловаться ни на что. И пятёрочки даже две тут, в принципе, близко. Они всегда говорят, приходите к нам, приходите в пятёрочку, приходите ещё. Я говорю, конечно. Окей. Чё-то такого, не знаю, магазины. Ещё у нас есть какой-то магазин, тут Билла. Я не знаю, знаете такой магазин? Билла. Сеть магаз... этих супермаркетов. Или вилла, как оно там правильно? Билла, наверное. Ну, я в нём не был. Вот это, конечно, тупо было вообще. Даже надо было так тупо упасть. Нет мне прощения. Бери, я до труп своих любимых дойти не могу. Ну, что это такое? Поплавать уже. Жавки хотят плавать. Поплавать хотим. Нахуй, нахуй, нахуй пельмени. У неё своих пельменей тут хватает. Эээ... Билла. Не говорят, а ты ведь приходишь. Прихожу, а чё делать? Светофор? А чё за светофор? Чё за светофор? Сеть магазинов светофор? Ну что? Блин, каких только названий сейчас нахуй. не придумают. Чё бедных покупателей завлечь. Так, нет. Главное, нету. Ах ты игра, скотина. Какая ж ты... Я думал, игра хороша. Сука. Я думал, игра хорошая. Игра-то плохая. О, вот это вообще, да, чётко. Повезло мне сейчас. Что я не упал? Нормальный баг такой. Или не баг, а фича. Ну, конечно, конечно. Так чё, светофор, это чё? Сеть супермаркета светофора. Мне кажется, у нас в Москве вот такие более-менее магазины, да, если не рынок брать. Насчёт магнита не знаю. В магните не было, не скажу. А вот так это Дикси, да, пятёрочка. Там скидок много. И люди душевные такие вот. Приходите ещё, говорят. Я им как-то верю, вот, знаете. Доверяю им. Этим честным работягам. Они не отравят, не посоветят плохого. Схожу в такой магазин, а потом выпью чай и беседа. Беседуйте на здоровье. Ну, это вообще отлично. Светопор бомжатник, обычно там закупаюсь. Цена не ниже, но они вообще на всём экономят. Для меня было открытием, что и в красном и белом продаётся не только бухло, но ещё и продукты. Красный светофор и белый светофор, что ли? У меня вокруг дома перекрёсток, билла, магнит, пятёрочка. Ха-ха. Я могу сказать насчёт перекрёстка, что это абсолютно невменяемая сеть магазинов. Там цены... Сказать, что там цены конские, это вообще, наверное, ничего не сказать. Это просто пиздец какой-то. Просто кошмар. Просто вот, ну, спекулянты, как они есть. В советские времена за такое просто расстреливали. Расстрелять. Расстрелять их. Что такое? Что за перекрёсток? Расстрелять, блядь. Расстрелять. И всё. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Элитная пятёрочка. Как бы я бы не сказал, что они элитные. … Теперь ещё этот лифт тренировать надо. Так, а чё? Он дует наоборот, что ли? Разве? Ну же засасывать должно. Засас... Засасал его должно быть. Кока-кола, литр 120 рублей. Да. Я там приходил закупаться пару раз, и я... Каждый раз вот не мог привыкнуть к этим ценам. То есть, знаете, бывает дорого, а бывает вообще просто неадекватные цены. Вот там неадекватные. Вообще просто. Просто неадекватность. Так, ну что, надо не умирать. Не будем умирать. Блин, робоманос это, конечно... Это боль. Это боль. Не хочется мне с ним иметь ничего общего. Начинается. У элитных пятерочек до сих пор паруются по маскам, а от магнитов, например, всем пофиг. Ну это, вроде, кажется, штрафуют так-то. Лет 15 не пил. Кока-колу и пепси я не пью. У меня гастрит, мне от них хреновато. А черноголовка, вот, газировка, например, мне нормально. Вот я ее пью иногда. Лимонад мне нравится. Так пейте же без остановки. Напитки из черноголовки. Сука, робоманос. Ты такая тварь. Да как ты, блядь? Сволочь. Ты просто скотина, сука. Я пью колу вместе с ромом. Ничего себе ты, вот это ты прям эстет. Так, а что? А, я паузу нажал. Какой черноголовки. Нравился лимонад? Ну вот лимонад. Мне больше всего лимонад нравится. Я его и пью в последнее время. А так тархун, еще дюшес пил. Корюшон был такой. Ну, лимонад он самый такой нормальный. Как по мне. Мне нравится. Вот вчера, или позавчера, когда там по акции купил, две бутылки за 111 рублей вообще. Пятерочки. Мои любимые. Этот лимонад, он еще не везде есть. Почему-то везде возят тархунды дюшес в основном. Вот, кстати, фикс прайс тоже у нас тут есть рядом. Мне мать туда ходила, рассказывала, но я сам еще не был там. Не пить колу вместе. Чего? Галун, ну, бля, кто о чем? Галун, как всегда, о своем. Писи какие-то. Какие писи нахер, а? Ты че в натуре? А? Ситро. Че-то такое я пил. Как-то. Ну, вроде че было. Как же этого робомана с этого чек... Почему-то у меня не получается чеканить. Некоторые прямо вот чеканят, не дают ему вообще ничего сделать. А у меня... Ничего не выходит. Пора взглянуть правде в глаза. Мне не стать топовым спидранером. Давай пельмень. Ну-ка, прыгай. Кваску белого? Человеческого кумыса-то? Ну нахер. Если кто не в курсе... А как он, кстати, ты не помнишь, назывался-то? Квас белый. Вот мы с Галленчем обсуждали, я покупал в магазине какой-то... От какой-то... Бабы Фросси, или как он там назывался-то? Реально, его просто невозможно пить. Я одну бутылку оставил, потом брызгал этих уродов, которые орали под окнами из этой бутылки кваса. Чтобы он еще забродил там на подоконнике, как следует. Провонял. Что-то, блин, опасно. Должны писать, что это опасно. Ха-ха, нет, белый квас. Ха-ха, бабкины слюни возле молока. А Чаково белый, во-во. Вот квасочек-то, ох, бодрый такой. Прямо выпьешь и... Можно уже сразу... Сразу не париться. Квас из-под бабушки. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ой, блядь. Не знаю, на чем его делают, но он слишком вкусный, чтобы его пить одному. Надо обязательно в компании. Знаете? Сделано для того, чтобы пить в кругу друзей. Ха-ха-ха. 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 Квасочек. Ну чочек. Хлебник-квасочек. Дыг-дыг! Опять. Ай. Поздновато я. Полетел. Эх, сейчас бы кваску белого вкусного. Ох, хочется что-то прям. Бабка квас синяя. Ха-ха-ха-ха. В кругу бабушек. В кругу бабушек веселых. Короче, не советую никому этот квас пить, если вот по чесноку. Даже не вздумайте покупать. Не вздумайте. Даже здесь прям вот очень хочется. Любопытство может... Любопытство погубило многих. Так, ну вот этот. М-м-м-м. Блин, ну как так? Ты же должен был, сука, как отщуриться. Что не так с этой скотиной? Он обязательно у тебя забирает жизнь, как бы ты челки там... О, ёбак. Ну, черепахи нас ждут. Что же делать? Не знаю, как его так чеканят. Почему мне они выходят так же? Вроде так же делаю. Он вроде не должен тебя напрыгивать. Почему-то он тебя давит, когда ты должен убить. Что? В чем дело? Червью кваса в бочках. А я как-то... Блин, как-то это... Пил квас. Ну вот. Щука дарит ошибку выдавит. Да ты чё? Вот чё такое, а? Всё, что ли? Поиграли? Хм-хм-хм. Чё я хотел сказать... Насчёт кваса-то. Рыночный пил, но это вообще не квас. Это какая-то просто... Необразимая параша. В бочках то, что продают. Живой туда изюм добавляют. И где делают его? Где его продают? Не, я, кстати, проходил, когда даже этот батлтонс. У меня, чё-то, с Робом Аносом так и не получалось вот нормально его чеканить. Не знаю. Надо... Может, его надо сейф-стейтами тренировать. Вот так вот, чтобы понять. Тут, кстати, есть сейф-стейты на картридже. Хоть что-то хорошее можно тренировать. Игру нормально. Чтобы прямо вот разобраться. Полностью. Как его бить. Так, ну чё, на Эксперте, да. На Эксперте сыграем. Пятёрочки у вас. У вас пятёрочки квас. Так он это... Ну, не самое, да. В общем-то. А у вас какая-то особая, что пятёрочка? Почему у нас не продают? Хотя мне в любом случае квас нельзя. Вообще никак. Ну, я знаю, что многие тренируют. Раньше у меня не было возможности. Потому что у меня просто был картридж пиратский. Сейчас есть. Возможно, сделать сейф-стейты. Я попробую как-нибудь. Клингер-вингера тоже потренировать сейф-стейтами. Так, конечно, проще. Это экономит время. Просто тонну. Вот в таких играх. А Баттл Тоддс особенно радует тем, что варпы есть не на все уровни. Местный просто. Я помню домашний квас из детства. Вот это вообще тема просто. Вот это вещь. И какие-то там квасы с под бабушек. Нормальный квас. Мужской напиток. Стрелы. Да не, мне это... Мне внутрь нельзя. А так-то... Черт. Если меня палить квасом... Тоже мне ничего не будет. Если меня палить квасом. Какой же советский сусло, вот это вот, который продавался. Такой темный. Какой он там, не знаю. С добавлением изюма. А, такой же. Мне показался вопрос, какой же. Вот, изюмительный квас. А то, что вот сейчас продают в магазинах вот эти напитки, это, конечно, не квас. Он похож, но... С этого, в принципе, совсем не то. А есть ведь ценители кваса, как фестиваль пива, есть фестиваль кваса. И тоже некоторые настолько упиваются там квасом, что пьянеют аж. По 50 литров. Упивают. И все, их потом уже кошмарит. Такие вот есть. Да еще даже помню, во времена 2000-х покупали сусло где-то там в деревне и делали квас. Тоже неплохой был. Привозили в цистерне. Я помню, в советские времена, когда покупали квас из палаток тоже бочки там стояли, такие кружки здоровенные советские, которые сейчас в пивнушках. Эти кружки бывают в некоторых. Вот, из них квасочек попивали. Три рубля, по-моему, маленькая кружка, пять большая. Или копеек. Я не помню уже цены, если честно. Короче, было вообще четко. Копеек, наверное. Даже пять рублей, даже до хера было. Так идите, солдатик. Не один раз я и рассказывал, наверное, в кинотеатре нашел 10 рублей с Лениным. Ленин изображен был. Вот это был вообще подгон. 10 рублей. И, конечно же, я на них кваса купил. На все, на все 10. Бочку купил целую. 12 рублей. И, конечно же, я на все, на все. Я бы себя на джойстиках На самом деле крестовидность все-таки поменял Блин, какая-то она уж больно ребристая Прям реально от нее палец Натирается Что все замолчали Квас пошли что ли проверять Есть ли в холодильнике квас Берите белые очаковские ребята Белые очаковские берите Пирожки нам подворовывал Нихера ты Нормальный такой Я помню как мы всякие пирожки и булочки В школе вечно разгружали В советские времена школьников Использовали как рабочую силу Для разгрузки завтраков Которые привозили Вроде никто там не подворовывал Я таких случаев не помню Вот как ни странно, да? А на волшебство не надеюсь Ты дерзкий типок Что-то страшно как-то, ребят Мне страшно играть уже в черепашки-ниндзя Да-да-да, дожили Я боюсь боссов Я боюсь боссов Первого босса Я просто его боюсь Ты мне фильм Бивень посоветовал Посмотри фильм Лобстер В смысле посоветовал Я его никому не советовал По-моему Я просто сказал, что его смотрел Бивень И по-моему я его как раз Наоборот не советовал К просмотру Избежание Избежание Необратимых Изменений Психики Того, кто посмотрит Этот фильм Не, я такие фильмы Я посмотрел Бивень И, честно говоря, не горю Желание смотреть что-то такое Ещё Это слишком Это слишком Для Для ценителей Да блин Что ты Не говорил я такого Что это Суперфильм Я И скоро Я как раз Предупредил людей Как сознательный человек Что Надо быть Осторожным Там, кстати Джонни Депп играет И Так вот Если не знаешь Что он там играет И не узнаешь его Джонни Деппа Что он там играет Из-за тормозов у меня вместо прыжка и удара сработал суперудар. Сейчас, погодите, у меня уже... Ну, я не узнал его. Я не узнал Деба. Вернее, я даже так скажу. Я вот сейчас вспомнил, что я сначала прочитал, по-моему, что он там играет, посмотрел фильм и так и не понял, где он. И только потом уже прочитал, кто это и понял. Ну, не все такие догадливые, видимо, как ты. Помню, один шкет, он нас учил воровать жвачки. Говорил, подходишь к палатке, говоришь, водопщица, закрой свою дверь. Пока она идёт, руку просовываешь в окошко. Ничего себе. То есть ты по малолетке уже. Жизнь, жизнь знал. Хо-хо-хо-хо. Так, хорошо. не достает чё так вылезет да как это чё за читерство такое а чё это блин за читерство нахер как это вообще произошло просто раз и все плохой хак плохой раньше лучше были бы вы было дегенеративные солдатики они просто подходите бросить и все ты мгновенно отлетаешь это вообще нормально что чё-то не помню когда в детстве играл чтобы такая шляпа происходила ну блин ладно вообще выбесил у меня просто супер удар как на злое не получался да в детстве жвачки воровали а сейчас dualshock и dualsense 5 воровать престижном магазине схватил dualsense и бежать булка живой живой надо бывает тут но он так поздоровается и все он наверно на кище сейчас чалится там особо не дают камере не попишешь я думаю не попишешь особо много так что он так вот чисто поздороваться с братвой все чем dualsense сейчас модно воровать магазине если нет ps5 сюда можно dualsense купить вроде тоже как бы next game чтобы чара будешь бы ковать нормально как не работает работает сможешь на нем играть а здоровый ежик а причем тут булка туриканов ты вроде как хотел было дело в общем с булкой вот такая ситуация не особо чё-то с нами общается ну чё как у тебя дела-то ежик да он уже переехать успел уже с другой хата стримля адаптивных курков нет вибрации нет но напишут я думаю софт какой-то булка может быть может быть булка он иногда вот находят у меня чё-то не поделаешь модель нет не оригинальная игра не особо нравится модель этот короче такая стилистика мне не очень как это более покупать покупать и зачем покупать и когда вы когда я в магазине их ворую ватиска бежать 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 и дома играть вы издеваетесь что ледите нахуй блять солдатики ебанутые пошел в шопу ну опять youtube за свое за авто модерство я посмотрел в чат кто нибудь отвесил люлей в игре игра канами ну и чё что канами хух снова кабабланга привет виртуал я ж не фанат какой то там фанатик чтоб все что от канами мести Я играю в хорошие игры. У Канаби и не хорошие игры были. Помню, батя один вор решил подставить. Положил незаметно в пакет SD-диск. В надежде, что на выходе его задержат. А он сам под шумок пронесет кучу ворованного. Но наоборот, его повязали, а батя так и не понял. Ну какой жизненный случай. Да, солдат. Как их звали, интересно, вот этих солдатиков в фильме. Блин, в мультике. Мне как-то не нравится стилистика этого Фумадена оригинального. А новый я и не видел, собственно. Да, отсказывайте. Вы, главное, вы. Все время вы вот это вот. Кто вы? Я тут один. Кто вы? Ты себя всегда противопоставляешь всем. То есть, я, блядь, Д'Артаньян такой. А вы вот, вы то, вы сё. Вот это вот какая-то, блядь, такая левая тема. Манмет. Надо взрослеть. Ах, вы, вы. Ах ты, ах ты, ах ты, слыши, на. Ах ты. Вот я-то, я-то то, а вы вот, вы вот это вот. Да? А я, ой. И я в советские времена. О-о-о-о. Я в детстве. О-о-о. А я в детстве. У-у-у. У-у-у-у. Отлично. В этот раз он окочурился и восстанавливает скилл потихоньку. Я буду играть инфа-200. Канами. А как же Сега? Кашира. Это игра от Каширо Митсуидо или от Ичиро Чибисёго? Все ж мы люди, да? Я на вахтах был, надоело, кошку свою месяцами не вижу. Сейчас все-таки пошел в РЖД. А, ну все-таки... Все-таки нормально, да, устроился? Ну, поздравляю тебя, молодец, что все получилось. Молодца. Жизнь налаживается. Ну, отлично. И это хорошо. Так, вот эти вот... Вот эти вот ребятки, они такие прям... Ну... ПК и Сыч. Вот на Сыч куплю обязательно. 13 мая, сегодня ранний доступ. Ой, она еще в раннем доступе. Сейчас же эмулятор свитча развивается активно. Можно прям играть на выходе в некоторые игры. Не во все, конечно. Какие-то работают иногда. Пошутил, а что? Можно играть же, реально. На торрентах в трекерах уже выкладывают ребаки с эмулятором свитча. Серьезно, без шуток. Игры. Марио Галакси. Марио Одиссея ПК Эдишн. Типа того. Для четких пацанчиков. Пацанят. Любители... НДМ-шки. Блять, какие вы настырные спортсмены, хреновые. Ну-ка. Да вы что, издеваетесь? Это как вообще? Как это произошло? Так, ну да. Не смей, только не смей. Не смей. Не смей. Ну вот и все. Хак-н-слэш-рогалик. Что-то мода прям на эти рогалики пошла. Очень много письменной работы, учета. Не, ну все-таки работа. Работа. Еще и опыт идет. Потом, если что, куда-нибудь в другое место устроишься, будет уже опыт. Ну, то есть придешь, скажешь, вот у меня опыт есть. Марио Норм идет. Я проверял ремейк 2D Зельды тоже. Ну вот. Вот, нормально. Там еще это, вулкан, вроде, и то ли прикрутили, то ли прикручивают. Сейчас эта технология перспективная, асинхронная компиляция шейдеров. Позволяет избежать подтормаживаний при первом прохождении. В реальном времени, как бы, компилируются шейдеры. Не тормозит ничего при этом. Как обычно раньше бывало. Или в качах готовый кэш чей-то шейдерный, кто уже игру прошел с тормозами. Либо сам терпи. То есть при первом появлении этих шейдеров оно все тормозит. В общем, очередные свистопляски. Вышел на днях, кстати, новый эмулятор Wii U тоже. Новая версия, в смысле. Тоже улучшили работу вот этих шейдеров. Асинхронных. 16 потоков теперь поддерживается. Если у вас проц мощный, 16-поточный, то вы можете прям играть, не нарадоваться. Не идет у тебя? Ну, блин, у тебя уже старая видюха-то, наверное, поэтому... Проц у тебя что-то забыл. Четырехъядерный или восьми? То есть восьми поточные или четырех? Кстати, сейчас, блин, можно апгрейд недорого сделать. Купить себе Xeon. Если у тебя платформа Intel старая. Выжать определенное количество производительности. Малыми жертвами. Меня Twitch поддерживает Switch. Вот плохо, Голыныч. Ты же клялся, говорю, бля, пацаны. Бля, буду, Switch куплю Lite. Играть хочу в портативе, сил нет. А теперь, говоришь, все на квартиру. Ну, как так, а? Как же ты так вот людей-то кинул? Обещал. Говорил, говорил, я помню. Говорю, блядь. Сто процентов куплю. Клянусь, а чаковским кваском. Блин, вот это вот вообще не в тему. Класс, не обманет. Не, конечно, ни в коем случае. Так, я себе на мешке купил за 2000... Этот мешок это какая-то, это, площадка что ли, да? 1156 топовую плату. Чисто повезло. Что-то моя ставка была. Блин, я уже, честно говоря, даже не разбираюсь. Стоп, а это вот это и есть, да? Этот же сокет. 1156. Это ай... Этот. Какое поколение? Иви Бридж, которая? Или другое? Кока-кола? Кока-кока-кола. Сейчас можно дешево вот Ксион взять. Если мать есть, или мать старую тоже задешево. Ну, ДДР-3, но пока еще... Это в основном для тех, конечно, у кого есть уже железо. Тоже получить... Ну, неплохой вариант. Ксионы просто 8 потоков, не 4, как у некоторых стоят. Самый крутой процесс, не знаю, какой-то там интел. Под 5 гигагерц, который гонится. Но эти процессы, блин, они... Они очень много потребляют, очень сильно греются. Как-то и такое вообще брать не хочется, в принципе. Который будет как печка. Они там что-то под 90 градусов греются. Как-то, знаете, вот процесс, который греется по 90 градусов, не хочется иметь. Ну, лично вот мне, например. Даже если у тебя какое-то охлаждение, все равно вот эта тема как-то палевана. Когда у тебя такие температуры... Я лично не люблю. Люблю холодные процессы. Относительно. Седьмое поколение. Я уже, честно говоря, в этих интелах. И не разбираюсь. У меня сейчас райзен теперь. Ну, в общем... В общем, когда что-то греется очень сильно, это очень... Очень неприятно. Самый последний райзен я должен греется. Нормально так. Панель, так что, когда апгрейд-то будешь делать? Когда менять? Компьютер. Давай, Ксен, бери. На Ксене... Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж Мне кажется сейчас Четырех ядерники уже Теряют стремительную актуальность С выходом Новых приставок Скоро все будет затачиваться Под 16 потоков Вот помните мои слова Кто не верит Это время Оно довольно скоро придет Так что сейчас 8 ядер имеет смысл только брать Если хочется На будущее задел иметь Ну или хотя бы 6 Как только наберут обороты Вот эти вот консоли новые Как начнут Мультиплатформа под них чисто делаться И пока Блять Ну как вот так вот Ай дерьмо Ну это понятно что есть Есть и 32 ядра что ли Но это Это пока не обязательно Потоки это не ядра же Но все равно Я же говорю 16 потоков То есть 8 ядерниками Веду Как на консолях Там 16 потоков Или про что речь На Playstation 5 16 потоков И один поток Лучше другого Черный клановец Не знаю даже Что это такое Черный плащ Смотрел В 90х А клановец Не знаю Такого Причем тут Производительное ядро Одно Как с другим Соотносится Если программа Написана Под много потоков Она не будет Работать У тебя Нормально С меньшим Количеством потоков Чем ей надо Если у тебя Даже производительное ядро Будет хорошее Вспоминается Кстати GTA 4 На ПК Которая На двух ядрах Вообще Не работала Нормально Какие бы ты Ядра И не подсунул 2600 6 ядер На 12 потоков Так 3600 Блин Почему вдруг Забанилось Сообщение Ютуб Че творишь Че за херота Не ребят Потоки Это не маркетинговая Херня Потоки Это потоки Они важны Сейчас Из-за того Что как бы Не могут Бесконечно Вот эти Частоты Вывеличивать Как раз Упор Делается На Многояденность Чем дальше Тем сильнее Это Будет развиваться Так Вот Панмет Бери 85000 3600 С 12 потоками Слабее В играх Не Ну как бы Одно Друг Ты как бы Не сравниваешь Ты Не каретное сравнение Приводишь То что Ядра Одни Слабее других Это не значит Что потоки Не нужны Они просто Слабее Потому что Выполняют Там Меньше операций За такт Или более эффективные Это не значит Что потоки Не нужны И иногда Кстати В таких операциях Где важна Многопоточность Как раз Такие Процы Могут выигрывать У которых Потоков Больше Если Приложение По полной Задействует Многопоток Ну вот Ну сейчас У Райзена В последних С ядрами Все нормально Кстати Вот у Самого Последнего Поколения Говорят Они Якобы Даже Intel Превосходят Я не знаю Конечно Но Как говорят Да Давай Прыгай Ядра Ядра Чистый Изумруд Чем дальше В лес Тем больше Многопоточных Приложений Поэтому Там уже Рулит Рулит Многоядерность Многоядерность Не Это Неправда Неправда Насчет То что Потоки Нужны Только в задачах Нет Это Зависит От Того Как игра Конкретно Это Используют Не все Не все Игры Используют Много Потоков Как Она Написана Так Ладно Да Че Я Я же Знаю Эту Тему Так А че Более того Я на практике Убедился Что Имеет Значение Вет Тера Кстати Я че Забыл Поздороваться А И Че Я Поздороваться И О, чётко. Не, не прошёл. Дошёл до... Два раза до этого. Раба Мануса и слил ему. Надо тренировать дальше. Спектрум Клонс Донецка. Сейчас перечислю деньги в 2000. О, прикольно, кстати. Прикольно. Спектрум это тема. Был у меня на 48к. Я скажу так, что когда я тоже пересаживался с двухъядерного на четырёхъядерный, уже появлялись игры, которые четыре ядра требовали. Было очень даже. Нормальный такой прирост был. Но у Мэн Скай на четырёхъядрах нормально не работает. Не знаю, сейчас работает. Нет, не работал. Он был... Ну, он был криво заточен под это дело. Если поправить там один конфиг, оно начинало более-менее работать. Не знаю, сейчас работает. Нет. А так игра дико тормозила. ГТА-4 на двухъядрах. Не работал. Требовал максимально, по-моему, в ГТА-4 пятьъядер мог юзать. Эээээ, ребята! Так. Так, забавно, что в черепашках Конами не сделали легальный способ выставить хард. Ну да, я об этом говорил вчера как раз. Что игры, что эмали до сих пор требуют одно быстрое ядро. Даже если, например, у тебя 8 ядер, но они медленные. Это будет плохо работать. Не, ну как бы медленные. Я думаю, что многие эмуляторы, вороченные, они требуют все быстрые ядра. Почему одно-то быстрое? Это я первый о таком слышал. Какой-нибудь эмулятор типа Хиггана, как он сейчас называется, там, СНЕСовский, он требует там по 3 и 6, наверное, гигагерц, 4-ядерный процесс. Чтобы нормально работало все. Не, ну как бы кодирование. Работает несколько потоков, и что? Оно откуда берет ресурсы? Из ничего, что ли? Не, ну как, распараллеливание растет, растет. Растут объемы. Игры-то становятся требовательнее. Не, ну не все, но... Я думаю, много что. А во-вторых, это как бы... Это же тоже совершенствуется область. То есть... В плане того, что... Работа с этими вещами, она... То есть на это уже все ставится. Если раньше это что-то такое было в новинку, то теперь эта область уже больше... Более изучена. Востребованы параллельные вычисления. Вот, киберпанк, например, 8 потоков юзает. Вполне себе откушивает. На четырех он прям вообще... Ну, судя по... Показателям. Судя по датчикам. Датчики не могут брать. Хоккей не идет? В эмуляторе. А что за хоккей-то? Для новых видеокарт... А новых видеокарт-то и нету практически в продаже. Так что все нормально, ребят. Вы слышали, что там под ноутбуки выпускают? Тысяча... Три тысячи пятидесятая карта появилась. Три тысячи... Пятьдесят тиаи. Слыхали такую новость? Походу, только для ноутов. Что-то какая-то странная такая тема. Теперь... Теперь вместо видюхи ноуты себе побегут покупать. Не можешь купить, типа, видюху? В рознице. Купи игровой ноутбук. Нормально, да, так? Чисто. Где кости ломаются. А ты... Ой, хороший футбольчик. Ничего не скажешь. В общем-то, ребят, я вам так скажу. Я с детства, с детства, подчеркиваю, распараллеливать процессы люблю. Ну вот. Хе-хе-хе. Люблю и все тут. Да ты чё тут прыгаешь-то так? На ноутбуке игрушка дьявола. Мне было бы очково выбрать ноут, потому что там ноутбуков такие вот нехорошие вещи бывают, как отвал чипов. во всяком случае, они гораздо чаще, мне кажется, бывают. Там эти отвалы, чем на дискретной видюхе. 4 гигабайта видеопамяти. И это самое... И память эта берется из оперативки, которая тоже 4 гигабайта. Тоже 4. Общие 4 гигабайта. Общие. У нас память-то общая. Все нормально. Все нормально. Так, ну что? А, сейчас начал солдатики. Ох, блин, страшно. Так, сейчас ноуты максимально удешевлены. Память распаяна. Видеошка распаяна. Просто распаян. Ну да, да. SSD. Вот с SSD это говно, то, что распаян SSD. И что, то есть нельзя его никак заменить. Приносите в сервис, да? В сервис-центр на ноут. Буквально за символически 300 долларов вам заменим его. Не считая цены с нового SSD. Так вот, я на второй комп купил 4 гигабайта видеопамяти. KFA2. А что за KFA2? Что это такое? 24 тысячи. Жесть. Торну 6 гигабайт я и не смотрел даже в 14-м году. Все за 70 штук. Полностью норм комп брал. Что за рассинхрон? Где? Ну да, чистить нужно ноут. Иначе греются некоторые, как я не знаю, чё. Привет, Древ. Греются ноуты некоторые, как... Какой, знаете чё, короче. Так. Во, слушайте, отлично. Чётко прям. В натуре чётко. Бывает в Камаче. Бывает в Камаче. А в Камаче. В Камаче бывает. 1050-й TI GeForce. Ну, смотря, наверное, для каких потребностей. Какой GeForce? Кому-то норм. Смотри, в чё играть. Можно яйца жарить. Причём свои. Да, да, да. Вторых, можно их тащить. Запросто. Чё ж нет-то? Чё ж нет-то? Черепашек милых. Мы не жалкие букашки. Супер ниндзя, а? Черепашки. Ведь шрифт я играю в этот как со сложным, с этим, неубиваемым шреддером. Так он тут убиваемый, вот сейчас. Сложную версию покажу. Пытаюсь пройти. О, смотри. Смотри, стебануть хотели. Чувачки меня. Вот какие. Ах, какие ребятушки. Развесёлые. Капец, конечно. Сейчас главное не слить бы жизнь. Хорошо иду. Пока прям вот вообще нормально так. Надо думать, когда же солдатик-то закончится. Да-да, с двойным. Как в детстве. Тут всё так же, только шреддер убиваемый. Можно убить. Так, какой шреддер убиваемый? А может он не убиваемый? Я ж вчера-то его убивал. Я ж вчера дошёл до последнего уровня. Я дошёл, но... Вчера я как-то плохо шёл. На крокодиле... На крокодиле протупил. Сейчас я думаю, будем его ногой бить. Потому что... Боюсь его суперударом мочить. Это надо реально тренировать. Суперударом шву. Тем более, сам Павел... На минуточку проходил так вот его. Если ж он проходил... И я должен... Следовать... Следовать за... Путём вождя. Правильно? Или нет? Так, а чё там пишите? А, думаешь шреддер всё? Апгрейд сделал небольшой. Апгрейд. Апгрейд комплит. Блин, если в детстве мне кто сказал, что ногой его можно бить. Я тут... Такой исполнял. Сейчас, наверное, так и не смогу. Реакция уже не та. Знаете, как... Как любят говорить. Вот я в детстве... Ого-го. Был. Не то, что сейчас. Я тоже так буду говорить. Знаете, я в детстве такое творил. У-у-у-у. В своё время. Я в своё время... О-о-о. Хе-хе-хе. Диана Джонс, да. Я читал ту нос тоже, что... Выйдет. Ну, это прикольно. Диана Джонса посмотреть в хорошем качестве. Мне нравится этот... Последний крестовый поход. Самый такой чёткий фильм. Там столько стёбых... Стёбных моментов. В Шон Коннере ещё. Ты просто бесконечный босс. Мигай, чувак. Мигай. 40 лет, индиане. У-у-у. Это срок, конечно. А кому какие фильмы больше нравятся? У кого... Ну, кого какие вкусы? Кому какой? Диана Джонс. Ё-моё. Ну, спасибо. Спасибо, ёжик. Хе-хе. И ничего не написал даже. Что ж ты так-то, а? Ну, что ж ты не написал-то? Что-нибудь. Спасибо большое. Мортал Комбат? Чё Мортал Комбат? Он, наверное, и так есть в хорошем качестве, Мортал Комбат? Или нет? Первая часть фильма. Или нет? У меня чё-то не в курсах даже. Не, ну вот вы просто посмотрите, как он дубовый. Сколько я уже его ногой бьёву? Сколько ему ударов? 382? Удара надо нанести. Или сколько? Он даже не покраснел. У него стыда нету. Ни стыда, ни совести. Зелёную Крококо. Да не, ну ты чё? Крокодилушка. Ну, хорош тут уже. О, что заклинило, ребята, а? Все индианы одинаковые. Как в фильме Джеки Чана. Хороший или... Э-э-э-э-э, крокодил. Хороший или не очень? Ну-ка, судя по всему, не очень, да? Раз все фильмы у тебя Джеки. Потому что старину Джеки не уважаешь. Ну, как же так? Как же ж так-то? Когда он начинает вот так вот прыгать, то есть двигаться, это капец, конечно. Блин, вот чё тут сделать можно было? Вот вы скажите мне, когда он... Так двигается. Да ты чё издеваешься? Это как в МК, знаете, у компа приоритет на бросок. Ах ты, сука, крокодиль и рожа. Крокодиль, да не закрокодиливайся, гад. Да, блядь, ну ты чё? Ах ты, паскуда. Так, кого мы возьмём? Мы майки сразу возьмём. Сразу этому уроду вот так вот выпишем. Вот так вот. Диану Джонс не помню вообще, так что и нечего сказать. Но вы даёте. Как же так? Диану не помнить? Ну как же так? Кстати, Мумия первая вообще суперфильм. Мне он очень нравился. Да тут вообще эта игра такая, какая-то основательная. Первая Мумия, там такие шутки классные. Первая Мумия, очень хороший фильм. Вторая Мумия неплохая, но... Блин, она всё-таки похуже. А вот третья, блин, третья это... Третье разочарование полное. Третья Мумия, в которой этот... Кто там? Сынок Брэнда Фрейзера, вот это, да? Сыночек. Чуть ли не такого уж возраста, как и эти актёры. Такая вообще дичь. Игру, да? Какая-то была игра на PS1, что ли? Вторую Мумию тоже можно смотреть. Вторая же Мумия породила этого Скорпион Кинга, ответвление. А вот третья, это, конечно, шляпа. Мумиё уже. Не Мумия, а Мумиё. Получилось. Не, ну слушайте, хорошо я иду. Четыре жизни, и ни одного конта не слито. Так я могу игру пройти. Ребят, так ненароком быть, и игру пройти можно. Кстати, на одного её, наверное, сложнее проходить. Причём вдвоём, мне кажется. На харде. Я её вдвоём только проходил. Целиком. Вот этот хардмод. Ещё на Кракене. Стенамба. Ох, были времена. Ох, давно это было. В 1980. А, в смысле. То есть, пару лет назад. Так, Зена. Не знаю, мне что-то Зена как-то никогда не нравилось. Сериал. Ни Геркулес, ни Зена. Сейчас скажут. Ну ты чё, Чек, совсем, что ли? Охуел. Ну, блядь, ребят. Не нравится мне, я что, виноват? Хе-хе-хе. Хотя актриса, которая Зена играла, мне нравилась. Но вот сериал чё-то как-то. Не знаю. Никита. Её звали. Её звали Никита. Терр, я же уже два раза в черепашек успел в этих, батлтодс играть. Представляешь? Так, зато там Брюс Кэмпбелл играл. Это ак... А! Ну да. Да, актёр хороший. Синбадушка был. Кстати, у меня до сих пор какой-то фильм лежит про Синбада, так и недосмотренный. Про Минотавра Золотого. Всё так его и недосмотрю. Что же совсем? Ну вот, ну, блядь. Ну я же не знал. Я же не знал, что вот сериал такой хороший был. Если бы я тогда знал, мне пускался. Сериал-то хороший, Чек. Я бы, может, и смотрел. Да, Люси Лоулис, по-моему. А я же не знал, так. Её звали Николай. Рубоманус какой-то вот вообще оказался не наш. Не наш человек. Воздушный волк, рыцарь дорог. Воздушный волк мне что-то даже говорили. Но я его не видал. Мне знаете, какой из сериалов нравился? Ну я упарываюсь вообще по фантастике Андромеда. С Кевином Сорба. Первые полтора сезона. Ну два, ладно, два. Два сезона были очень неплохие. Потом создатели сериала уволили сценариста. И упороли сериал. Уже не Чак. Неправильный поц. Да. Ну вот, вот так вот бывает. Почему-то. Включается иногда. Вы про Крутолокер, что ли, говорите? Блин, мне тяжело сейчас читать чат. Потому что, блин, не хочется сливать в игре. Блин, рыбные эти, уроды. Игра... А что, должна выйти, что ли? Игра по-зловещему. А помните фильм? Смотрели с Брюсом Ли какой-то? Один из первых, что ли, его фильмов. Где он дрался с Чаком Норрисом в конце. И вырвал Чаку Клок волос. Не помнишь, как этот фильм назывался? Какая там серьезная битва была. А, выход дракона? Мне этот фильм прям запомнился. Драка эта. Чародей, когда он попал в параллельное измерение, был самым крутым. Чак Норрис? Я знаю только чародей, фильм советский. И уносит меня, и уносит меня вонящую какую-то там дальнюю. Эх, три белых коня, эх, три белых коня. Ноябрь, февраль, январь. Меня даже не уносит, меня, походу, унесло уже. Чародей, ай, чародей. Чародей. Ну ладно, ну что ж. Чародей, так чародей. Что уж делать. Ходукенами кидаться. Чё-то не вспомнился, чё-то фильм Гайвер при этом. Помните Гайвера? Гайвера, кто смотрел, кто фанател от Гайвера в детстве. Есть такие, ребята? Кстати, там играет, знаете кто этот? Дэвид Хейтер, который озвучивал Снейка в Metal Gear'ах. Молодой. Второй части играет Гайвера этого. Какого пола там его звали, что ли? Мне дико нравились те фильмы. Ну чё-то сейчас я смотрел недавно Гайвер 2, уже оно не так чё-то заходит. Не, можно, конечно, посмотреть, но всё-таки не то. Реалити шоу Большой Брат? Нет. Чё-то не припоминаю такого. Да, в первой он играл этого следователя, но он чё-то как-то такую роль небольшую сыграл. Быстро он там этого, Марк Хэмилл. Ну да, играл. Как-то обидно даже, что у него такая роль была небольшая. Превратился в какого-то... Ещерюгу. Зоаноиды. Зоаноиды их звали, точно. Корпорация Кронос. Я даже не знал, что это по каким-то там комиксам, аниме сделано. Гайвер. Аниме не смотрел тут. Гайвер, может, зря. Возможно. Так, ну давай, жучок. Давай, лети сюда. Да ги... Вот аниме-то я и не смотрел. Брюс Ли против Чаки. Да, да. Позвоните Кузе. Не будем. Не будем мы ему звонить. Всё, уже Кузя отошёл в отдел. Дабл Драгон недавно видел. Ранее не встречал этот фильм. Что, серьёзно, что ли? Не, ну да. Но тогда нормально он заходил в свои времена. Как к такой категории Б. Тогда по-другому как-то всё воспринималось. Фу, аниме. Ха-ха-ха-ха. Да, от аниме-то можно того. Сами знаете. У нас, по-моему, Наруто, что ли, у нас? Или что, запретили? Потому что опасно. Дети в окна выпрыгивают. Насмотрятся с Наруто. Потом давай выпрыгивать в окна. Запретить, блядь. Запретить. Ха-ха-ха. В аниме? Не, ну если не нравится, наверное, смотреть не нужно. Я тебе скажу так, что если что-то тебе не нравится принципиально, не стоит пытаться это полюбить. Вот. Как бы, ну не нравится, не нравится. Это нормально же. Всех свои вкусы. Форт Боярд. Форт Боярд был только нормальный, этот, иностранный. С нашими клоунами это херь полная, как по мне. Привет, Талик, снова. Вот когда он был французский, чисто. Вот это была классная вещь. А потом появились какие-то там Якубовичи, Купники. Кто там был, короче, я не помню. Этот, Ермольник. У меня сейчас так дичило полнейшее. Просто взяли и передачу испортили. Зато с нашими, с нашими. Русские, русские. Нет, ну что ж, нельзя так на Твиче сейчас нельзя такие слова говорить. Надо говорить Дварф. Дварф. Пока Дварф не окачурился. Режиссерку Форта Боярд посмотреть. Или что, какую режиссерку. Режиссерка Форта Боярд. Там есть вырезанные сцены с Ермольником. Двадцать пять минут. Хе-хе-хе-хе-хе. Дом-два. Да, дом-два. Не, ну, кстати, дом-два, дом-два, да? А вот чисто внешне, да, если говорить. Бузова очень даже норм такая вот. Девчина. А, давайте. Давайте отделим дом-два и Бузова. Хе-хе-хе. Если бы за внешность говорить. Нормальная такая она. Построили бы с ней свою любовь или нет? Или не стали бы. Хе-хе-хе. Тоще страшное. А мне, а мне нравится. А мне нравится, и все тут. Тридцать секунд смычанием Ермольника. Чел Нестор. Нестор Петрович? Это из которой этот... Большой переменей играл потом? Хе-хе-хе-хе. Бородина с моего города. Ну ты к ней ездил, Бармед? Свататься-то. В одном купе с ней ехала. Давно сейчас Бузовой. Ах... В общем, нравится она мне. Оленька. Нравится что-то как-то вот. Даже не знаю. Нравится и все тут. Как бы мне тут не окочуриться сейчас. Собчак. Собчак. Ой, не, не. Собчак. Хе-хе. Господи, помилуй. Бузова окей, но не в моем вкусе. Ну, тут уж кому что, конечно. В джебсине ничего не получилось. Комб, знакомый на картинке. Эппл, что ли? Где вот этот, что ли? Вот здесь? Хе-хе-хе. А, ты про это. Я понял. Не знаю даже. Может быть. Я не уточнял. Хе-хе-хе. Я не спрашивал картинки. Блин, что-то у меня на улице периодически какие-то звуки лютые доносятся. Я даже не знаю, что там происходит. Может быть, в пятерочке началась распродажа какая-то ночная. Блин, ну так же можно, слушайте, тут реально стрелять. Ну, я так и думал. Ну, сука. Игра. Ну, какая же ты вредная. Бузова тупая. Ну, как ты про Оленьку-то можешь так говорить? На самом деле, мы же обсуждаем внешние данные, а не ее интеллект. Честно говоря, да, она действительно не вызывает ощущения умные особые. Мягко говоря. Это вот уж я спорить не буду. Ну, чисто внешне. Вроде страшная, а вроде и нет, да? Вроде страшная, а вроде и не страшная. Хе-хе-хе. А вроде и пойдет. Хе-хе-хе-хе. Во, вот это вообще ни в кему. Так, чувак, давай-ка ты без шуточек своих. О, отлично. Ах ты, тварь. Ёб твою мать. Ох ты, козел. Вот это вообще было не в тему. Блонды. Да мне всякие нравятся, вообще. Я так не делю. С другой стороны, вроде и норм. Я так не делю, на самом деле. Мне всякие нравятся. Ну, а как же. Мужики. Те же самые бабули. Хе-хе. Не, ну блин. Бузу уже обсудить нельзя. Какая же понятная, ты женатый человек. А мы-то еще. Мы-то еще нет. Сам понимаешь. Надо же как-то. Обсуждать такие вещи. Хе-хе-хе. Блин, ну че за сливалово такое, а? Блин, ну че за сливалово. Только под... Да, подыскиваем. Вот, видишь, поэтому и обсуждаем. Я хотел узнать, никто ли не претендует там на Оленьку. Хе-хе-хе. Может, тут есть любители? Я просто хотел спросить. Знать, так сказать. По-дружески. Ах ты мерзкая шреддерская тварь. Хочется сэкономить тут жизни, но че-то как-то не особо, мне кажется. это прям получится нормально. О, вот это да. Кого выбрал, обязательно. Хе-хе-хе. Да, мы можем себе позволить. Иприл, а ты выбрал Бузову. Тоже ищет мужика. Зануда, это что? Это Мэдисона какая-то девица, что ли? Шреддер. Почему шреддер в розовых тапочках? Он только встал с постели. Он тут спался на технодроме, а тут звонок в двери. Здравствуйте, это черепашки. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Это черепашки. Так, 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 так. Блин, а че пауза-то не работает? Хоть прочитаю все, что вы написали. Ну и, брил, нет ни денег, ни имущества. Тоже верно, кстати. А Бузовой у нее багаж определенный. И опыт жизненный, хороший. В Доме-2 реалити-шоу учат многому. Хе-хе-хе-хе. И фиксельные сиски Эйприл выбираешь. Ну вот. Тогда тебе Эйприл, мне Бузову. Давай так вот договоримся, Реф. Давай так рассудим. Хе-хе-хе. Единственная жесть. Что за зануда? Такая, не знаю, короче, такую. В комиксах? А че она там в комиксах? Хорошая? Так, вот сейчас будет такой момент. Тут прям вот вообще важно замеллиметрировать. Ну, одну мы... Ладно, одну... Да ты иди кусайся, иди ку... Кусайся. Если эти штуки так разбить, то, конечно, проще гораздо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вы, слушайте, а я бы хотел себе такой кружок, знаете, гравитационный, вот на такой херне круглый летать. Я бы на свидание к Бузовой летал на такой штуке. Как зеленый гоблин. Так меня звали зеленый копник. Супер-супер-герой и просто... И просто перспективный жених. Зеленый семкин. На круглячке таком. Круглячок. А-а-а! Блин, вот это да. Вот это я молодец, конечно. Вообще. Взял, выпрыгнул нахер. Кто убирает Эйприл, тому надо конкретизировать, как вы именно. Они же еще в фильмах были. Кстати, в старых фильмах в разных частях была разная Эйприл. Современный вариант без сисек. И такой был? Тренируешься в прыжках? Ха-ха, да. Да, это глайдер только такой кругленький. Детский глайдер. Стримать на Бонге. Ха-ха-ха. Сточат. Я не думаю. Хотя хрену знает, что там сбредет в голову нашим товарищам. Будем в Дискорде под поле стримить. Уйдем под поле. Кстати, Дискорд раскручивается. Его же обещали в 2022 году интегрировать в PlayStation. И на Xbox он вроде тоже будет. Так что... как бы не пришлось переходить на что-то новое со временем. Обычно, когда такие вещи раскручиваются, они становятся хуже. Но это, наверное, просто как бы жизнь так, видать, устроенная. как в Скайпе в свое время превратился в говно. Там, конечно, еще Microsoft приложил руку конкретно. Microsoft умеет превращать конфетку в херь. Стримить на Бонге нет. Нет. С Бонгой готов. Который тут может так затянуться. А на Бонге нет. Пока что еще... Пока нет еще. Не, если с Бузовой вообще, то может и готов. С Бузовой можно будет. Короче, ну вы поняли. Тогда, да, тогда готов. Меган Фокс. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Если она согласится. Вот. Тогда ладно. Ха-ха-ха-ха. Меган Фокс. Меган Фокс, она такая, в принципе, симпатичная, но, блин, она вся в наколках. Прям вообще. Там живого места уже, наверное, нету. Не знаю, что заставляет Дивах себя так разрисовывать до такой степени. Прям. Зачем так-то прям подхохломово себя расписывать? Или, может быть, это просто какой-то месседж? Это месседж какой-то, а? Месседж. Блин, ты, сука, умирать-то собираешься, гад? Так, чё? Бузовый? Ну, что-нибудь. Бузову буду показывать. Бузову буду показывать народу. Блин, штаб, да как шпало-укладчики. С ними надо прям осторожненько, а то они могут решить, что опасно. черепашек голый. Да, кстати, черепашки могут сыграть в этом тоже какую-то роль. чати, конечно, не обсуждал, а так же обсуждаем, а же необычные женщины и богини, богини, просто богини. блядь, я отвлекся, чтобы прочитать, что у Пан Метод шишка дымится, блин, я просрал сука в жизнь. Пан Метод, ну как так можно, а? Как так можно такие вещи писать? я сразу вспомнил зеленый слоник в школе, университете. В школе я не думал о девочках Как сказал тогда Я прочитал Учиться, учиться и учиться Я учился Я не думал об этом Потому что Какая девочка, когда учиться Учиться и учиться В каких девочках вообще может быть речь Ну что, учиться кто будет От Энди Кстати, да От Энди я думал немало Я вообще поехал, ну такой Фанат игр Об этом я много думал всегда Поехавший, короче На железе Что на железе Сейчас, погодите Да, на железе На машине На машине, да Короче, я насчет хака этого подузнал сегодня Ну он такой же, как Дэндиски Вот этот эксперт сложности И, ну тут, короче Вроде как они две полоски Отнимают эти солдаты О видеоиграх и фишках У нас не было фишек Когда я учил в школе еще Не настали эти времена Об играх Какой порт Это не порт Это Игра запущенная на флэш-катридже На Фамикоме Оригинальном Хак Хак на Который как с неубиваемым Шреддером Только Шреддер тут убиваемый Сложность такая же Высокая Десятых В общем, вернулся к ним А, не Капель Композит Ну, а других Капелей Дэнди По умолчанию Ну, Фамикума Не держит RGB мод Ну, если Делать Но это Очень затратно Композитище Ну, норм, конечно Ну, блин Вот Фамиком Дэнди Меня спортит Вот этот вот Короче, в отличие от 50 Гц В 60 Есть такая вещь Называется Блин, все время Забавно Как она называется Дрожат Пиксели Забавно Как называется Этот эффект Да как он меня задел Ах ты Суки Так, надо вспомнить Хочу вспомнить ЖК Нет, я стримлю Через захват А сам играю С ЛТ А не то С ЛТ телека Вот Как же он Называется Этот эффект Сейчас скажу Ну, конечно На телеке Гораздо лучше Выглядит Чем на захвате Картинка Но все равно В НТС Есть Такой эффект Как же он называется Доткраулинг Вот Доткраулинг Называется Особенность Фамиком Ну, вот Этой Восьми битки Что В НТС Дрожат Точки Формирования Сигнала В композите Такое На Денде Этого нет 50 герц Там не дрожит Короче Если консоль Не модит На RGB Никак этого Не убрать А Чтобы RGB Модить Надо покупать Целую плату Впаивать Я бы мог Впаять Но Хотел даже Заказать Сейчас не отправляет Продавец Нам Хотел Сделать Нет Так и должно быть Резкость Резкость Как Как она есть Захлачена Ну естественно На телевизоре Лучше Выглядят Чем На ЖК Это Это меньше Гораздо Этот эффект Заметен На телевизоре Да Да и вообще Как бы Приставки Старые Они выглядят На ЛТ телеках Лучше Даже по них Изображение Делалось Даже некоторые Эффекты Сделаны С учетом Композита На Сеге Например Прозрачно Сделано С учетом Именно Композита А даже Не RGB То есть RGB Был явно Не в приоритете Тогда Хотя Приставки Могли Выдавать Нормально Я так заколбасил Смотрите Вообще Норм Да Как она называется Дизеринг Этот эффект Называется Когда из сеточки Делается Прозрачное Изображение Вот На композите Эту сеточку Не видно На ЛТ телевизоре Вот Так Еще о женщинах Я что-то Из этого Потерял уже Ните Разговоров Наших Ха-ха-ха-ха Рябость Вот эта Вот Это и есть Как раз Диз Как он Тот Краулинг Потому что Точки Как бы Плывут А что это Ты решил Поздороваться Опять А Кому не передал Ну тогда Ладно Ты уж Передавайся Кому не Передал Последний Уровень И между Прочем Не слита Пока ни Одного Конта Ребята Ни Одного Конта Не Слита Это Отличный Результат Я считаю Учитывая То Как я Вчера Играл Не то Что Жабы Жабы Это Гораздо Сложнее Жабы Игра Которая Ставит Игрока В Трудные Ситуации Ситуации Какие Блин Вот Отвлекся И все Видите Уже я Не на Коне Очень Неудобное Положение У меня Палец Еще Уже Болит Пальчик Я пальчик Натер Пальчик Сунь Пальчик Будет Зайчик Жабы Тоже В этом Виноваты Тоже Способствуют Натиранию Пальчик Я Пальчик Натер Пальчик Тоже П consegue Л计 Тоже 이거를 Натер Су Тоже Тоже Виноваты Что-то есть общее между жабами и черепахами. Это явно какие-то родственные души. Может они родственникам каким-то даже друг другу приходятся. По какой-нибудь там прабабушке. Жабка с черепахой мутила какая-то там. Зеленые, да. Зеленые действительно. Они же зеленые. Это их родни точно. Да уж. Так, а у нас вообще жабок не было. Только Battle Tots and Double Dragon. А вот черепахеров было много всех частей. Но Battle Tots and Double Dragon это тоже очень круто. У меня аж тоже не было в детстве жаб. Я их на Денде по-моему и не видел никогда. Только на Сегу один раз. Ну мне так помнится. Ну а, ну если считать Battle Manics на SNES, да, играл я в Battle Manics. Если брать этих жаб. Вот, а что хотел сказать-то. Вот жалко мне, что черепах первых я не мог пройти. Не было у меня нормальной версии. Я, кстати, как-нибудь обязательно их пройду таки целиком. Первые черепашки нравятся мне. Интересная игра такая самобытная. Все-таки что-то у них есть такое прям, знаете, добренькое такое, какое-то. Даже слишком. Только не умирать, не умирать. Не умирай. Смотрите, ну вот это что такое? Это что за блядство? Что за пляски древних греков? Я не хочу идти вперед. Там опасность. О, ну все, ребят, все. Это капец. И только не умереть. Только не умереть бы. Допиться бы, дойти. Все будет хорошо. Mission Impossible. Нет. Блин, это же игра такая лютая. У меня был картридж с ней раньше пиратский. Но потом он сдох. Вот. Но так не проходил. Видел, как проходили. Да, табуретушки. Из Икеи. Кому нравится МК. Какой МК-то? Ох, вот смотрите. Вот это просто такая... Херня сейчас была. Подстава. Просто подстава из подстав. Дайте пиццу, суки. Дайте. Да дайте пиццу, твари. Пиццу хочу. Вкусную. Пиццу дай. Драаа. Блядь. Сука. Сука, какой троллинг. Блядь. Это ж надо было так тролльнуть, а? Вот тебе пицца. Только хер ты ее возьмешь. Сука. Сука. А взять ее и все. Не, ну сейчас можно бы выиграть и с не тупить. На самом деле. Если получится поставить эту хер... Вот, а теперь чекпоинт уже будет. Теперь я начну с чекпоинта, если сдохну. Вот отсюда. В принципе, наверное, не имеет смысла. Видите, уже даже жизни не дают за 100 очков. Я 600 получил, да? А где моя жизнь? Не имеет абсолютно никакого смысла идти дальше, не тратя конт. Ну, в общем-то, игра... Игра сама все решила. Я никогда жаб не проходил, но я реально ждал новых. И вот я очень ждал новый фильм МК. А потом вышли жабы и МК и эти игры на века. Да? Придется, вот. Ха-ха-ха. И тигры на века. Я, кстати, на ютубе... Не на ютубе, на двиче чувака одного иногда смотрю. Он с железа стримит Mortal Kombat 2. И я очень горд этим. То, что я вот смотрю человека, который на железе стримит в Га-2. Прям вообще меня это радует. Что я имею возможность такого. Хе-хе-хе. Как будто бы я на железе играю. Хе-хе-хе-хе. Да, да. Ну, я какую-то элитарность ощущаю при этом. Так, а тут никак. Вот никак не сочетерить. Пропах крутотой. Прям вот так нечестно делать. Один, значит... Один, значит, у нас... Так, воробушки давайте. Чирик-чирик. Блядь. Слушайте, ну вот это что, браза, беспредел? Мать его, а, сука. Вы что парите? Просто напихали во все поля. Вообще. Чух-чух-чух и все. Чух-чух-чух-чух-чух. Хе-хе. Покушай, да. Воробушек покушать принес. Творобушек. Это творобушки. Электротворобушки. За емушки. Sega до 26-го года выпустит супер-игру, да, про Якубовича. Якубович ретурн, ретурн. Шинму его добавит, как гостевого персонажа. Сука, вот обязательно, твари. Задезморалила игра, задезморалила. Клоуны эти еще синие идут. Твари. Сколько, интересно, идти еще до Крэнга? Я что-то не помню, вот уровень. Попрыгунчик тут. Вот этих, кстати, роботов, их желательно на друг друга не кидать. Иначе они могут сдохнуть. Их баг задействовать, из-за которого, блин. А, не, на роботов это не работает. С ними все нормально, вроде. Или иногда, тяручила, неважно. Да иди пи... Желтенький. Уходил. Ну, он же от сяги ушел. Триди старых франшиз отмечает Крэйзи Такси и Джетси Трэйдио. Блин, Крэйзи Такси, на самом деле, мне кажется, сейчас вообще не актуальная игра, абсолютно. Она только на графоне выезжала в свое время. Джетси Трэйдио, другое дело. Панзер Драгон. Найтс, Найтс я никогда не понимал. Хаузов Дэд, нормальная игра. Шиноби, да. Альтер Бист, по мне, вообще просто дичь полная. Альтер Бист, это для ценителей. Ну, все из нас могут оценить такие игры просто, на самом деле. Я думаю, в этом... Да ха... Идите нахуй, солдатики. Короче, у меня случилось закривление рук. Судимся. Вызывайте. Вызывайте распрямлятелей. Мне Бузова нужна тут, чтобы я с ней стримилась. Она рядом сидела, говорю, да, Чеп, да, да, ты сможешь. Мой милый Чеп. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, тогда бы я прошел игру без проблем. Эспона так говорила. Вот, а так... Так не смогу пройти. Не смогу, ребят. Шо я могу поделать? Пока мне так не скажут, не пройду игру. Скучно. Я играл в Альтер Бист. Это вообще просто... Просто херь какая-то. Я про классику. Про классический Альтер Бист. Аркадный там, или не только аркадный. Пела своим чудесным голосом. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. С Бузовой рядом с жабок можно на мировой рекорд. Можно, конечно. Конечно, можно. Вот это вообще не честно было сейчас. Так вот делать. Как нормальные солдаты себя не ведут. Фуд-клановцы. Это какой-то... Уже я не знаю, что это. Блин, а как вы так сделали-то? Блин, ну слушайте, это вообще просто наглая херь какая-то. Как он меня достал? Вообще... Пройдешь? Мышь хватит у тебя на это... Терпение. Воробушки, воробушки. Воробушки. Воробушки вы наши, милые. Так, ну пиццу может дадут все-таки, а? Дайте пиццу, суки. Нет? По-моему, нифига не дадут пиццу. И Крэнк сейчас просто разорвет мне. Да, сейчас Крэнгушка. Крэнгушка будет уже. Тю-дю-дю-дю-дю-дю. Видел я на PS2. Рев же ее стримил. Так, Дон все... А, вот что в этой игре лично мне всегда огорчало, это то, что у Лео слишком мбовый супер. Не, ну как тебе сказать? Во-первых, он не самый дамажащий, этот суперудар. У них разное количество урона, которое наносят. Во-вторых, ты забываешь, что у Лео этот удар, да? Он как бы его не двигает. И на некоторых боссах, вот, например, на этой версии сложный, им невозможно разрулить. Ну, или практически, я не знаю, сложно, во всяком случае, очень. Например, на супершреддере им практически нереально его убить на ноу-дэмэк. На Nintendo Switch выпустят калькулятор. Хухухуху-хуху-хуху-хуху. Еще за деньги. Ну, нормально. Фалькулировать будем. Вот поэтому мне сейчас повезло-то как. Так, ну че, закончится когда-нибудь эти ваши сол... Ё-моё, да хватит. Сколько можно. Крэнк, вылезай. Гости пришли. Ох, повезло. Слушайте, реально повезло. Мы же вместе на стриме сидели с тобой по анмету, смотрели. Короче, в среднем по игре здесь и лево лучший супер, и, может быть, где-то на отдельных боссах. Ну, может быть, по совокупности, да. Если так вот... Ребята, сейчас, вот смотрите, сейчас че делать? Надо ставить его сразу, если удастся поставить. Возможно, удастся пройти. Ну, видите, все равно. Все равно, как ни крути, короче, сложно. Надо ждать, пока он соберется. А он, по-моему, не собирается, пока ему не нанести урона. Определенное количество. А может, и собирается, я не помню. Видите, какая скотина. Как бы вот такой вот вариант. даже не знаю. Походу, капец. Уже не пройти. Так вот. Надо, чтобы он собрался, и все равно не получится, скорее всего. Да. Попробуем. Есть два конда еще. Чарочку. Не, я не пью вообще теперь. Не, не плохо от алкоголя. Даже не планирую. А, давай, Рех. Давай. Че-то прям задезморалил мне этот Крэнг. Он такой толстый, сука. И вот реально... У меня еще, конечно, жизней слил, но все равно, блин. Насчет выпивки мне Новый год хватило. И так было нехорошо потом. Больше не буду пить. Ну, я свое отпил уже. Достаточно. Я достаточно за свою жизнь попил. Ого-го-го, как я даже сказал. Пицца. Да, очень вовремя пицца. Чаек, кофеек. Чаек я пью. Вот, перед стримом пью чай. Всегда. Просто, чтобы... Чтобы быть бодрее. Веселее. Воровушкам сейчас прикормим. И прикормим этих милых созданий. Ну-ка. Да, черный или зеленый пью под категорию на Твичи. А че с ним? Думаешь, че-то не так? На самом деле к Ренгу довольно много урона надо нанести за одного игрока. Да, я проходил эту игру. Вот этот хак. Русский, но он такой же был. На двоих. За одного я не проходил. Блин, тут, возможно, нужно стратегию разрабатывать. Какую-то, когда он разделяется. Потому что, походу, просто не хватает жизни его передамажить. Ну или надо доносить все жизни. Так вот его перемяс валить, пока он опять не соберется. Как он соберется? Ну, все нормально. Можно его заколбасить. Пуэрчик. Пуэрчик я пил, когда мне только друг привозил. Пуэр этот. Ну, он вроде так ничего, но... Знаете, есть такое ощущение, что как будто ты попил листьев заваренных, которых собрали вот на каком-то бульваре осенних с земли. есть такое вот какое-то вот ощущение, знаете. Что-то такое присутствует. Мимолетная ощущение изменится. Какие у нас роботы? Робот-ковбой. Блин, ты... А, вот по-моему тоже с одним из роботов какой-то что-ли баг тут есть. То ли в этой версии, то ли вообще. Последний робот какого-то почему-то урона нужно больше носить. Бывает. Не знаю, чё это зависит. Уж когда их как-то убиваешь, так вот по-особому. Кого только не выпускают на меня на этом тихонодроме. Я чё-то все замолчаю. Сейчас пошли чай пуэр искать, что ли, в холодильнике. Вот эти вот таблетки с пуэром. На таких таблеточках. О, как здорово, да? Да и вот это вот, блин, очередная нечестность. Бергамот. Ой, а я не люблю. Прям вообще. Я люблю чистый чёрный чай. Чисто. Чисто чёрный чай люблю. Чисто чёрный. Да, хорош тут уже. Если крэм, кстати, убить, ещё ведь жизнь дадут. Чифернуть бы ништяк. Да можно было бы. А есть чё? Есть чё? Есть чё чуфернуть? На туре. Дай. Дай. Блин, дело дреееееееееееееее. Так, стоп, а пиццы не будет? Блядь, пиццы ж не будет. Ребята, пиццы-то не будет, оказывается. Всё, расходимся. Пиццы не будет. Товарищи, чё мы тут собрались? Пиццы-то не будет. Сука, какие же вы уроды, солдатики и долбанные твари. Вот эти красные со звёздочками самые ебанутые. Блин, они так двигаются, что порой хера вернёшься от этих поганых звёздочек. Сволочи. Блин, отдаст жизнь в трубу. Я мог крэнка довести до состояния этого раздвоения с помощью вот этой вот жизни. Тут и бляхо-мухо. Как его ставить тут надо, блин? Блин, отдаст жизнь в трубу. О, собирается. Отлично. 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 Второй раз он уже не раздвоится. О, ребята, блин. Сейчас бы главное Шредера убить. Убить бы Шредера. Шредер-о. 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 Три жизни. Ну, Леонарда-то я, конечно, солью. Вот, Супер Шредер Леонарда практически не убить. В принципе, все шансы есть. Все шансы есть. Но это, блин, на самом деле, блин, я прям реально не нервничаю. О-о-о. Так. Так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...